Я всегда мечтала быть актрисой. Детей спрашивают, кем ты хочешь быть. У них постоянно это меняется. Сегодня я доктор, на следующий день я космонавт. Я всегда говорю, я буду актрисой. Я не говорила даже, я хочу быть актрисой, я говорю, я буду актрисой. Но как-то, когда я закончила школу, я говорю, пап, я пойду в актерский. И мне не хватило, видимо, напорок, меня не поддержали мои близкие. И я не пошла. Пошла в МКУ на философский. У нас отделение было связь с общественностью пиар. Они, видимо, не знали, куда впихнуть пиар. И просто впихнули его на философский. Да, я когда говорю мне, о боже мой, ты, наверное, знаешь, там, какие-то там философы, если честно, как бы. Наверное, у меня это осталось. Я так люблю пофилософствовать. Мне кажется, любой мужчина не совсем рад, если его жена актриса, потому что понимает все эти штучки актерские. Но мы решили, у меня муж тоже философ по жизни, решили, что будем решать проблемы по мере их поступления. Я была очень успешной моделью. Я мечтала работать в Нью-Йорке. Не хотела этого, а просто знала, вот так будет и все. И оно сбывалось. Я профессиональная модель 10 лет. Ну и, соответственно, очень много снималась. На самом деле модельный век не на такой уж и короткий, то есть и на возрастных моделях очень много работы. Но вот это вот желание, мечта, она всегда была. В итоге все равно я пошла учиться. И когда я начала учиться, я поняла, что это мое. Знаете, когда душа, она прям оживилась и поняла, что вот, да, курсы Ивана Чабок. Она строгая, но справедливая. Ты должен быть готовым к тому, что ты будешь раскрываться, к тому, что ты будешь рассказывать про себя очень личные вещи. Скажите мне, почему вы хотите стать актером? Это ирония. Если она это спрашивает, то это значит все. Можно просто поставить на себе крест и уходить из карьеры актера. Таланта недостаточно. Нужно заниматься своим самопиаром. Нужно, чтобы тебя заметили. Очень много хороших актеров. Я хожу в театры, вижу потрясающих талантливых людей, но почему-то снимаются одни и те же люди. И почему они не снимаются? Может, их не отпускают, конечно, театры. Я не знаю. Я рисую, люблю рисовать акварелью, карандашами, углем. Сейчас, надеюсь, у нас достроится скоро дача, загородный дом. И мне прям кажется, я вот прям думаю, все, загородный дом. И прям сделала свою мастерскую и буду там творить. Я прям забываюсь, когда я рисую, ухожу. Это какая-то такая некая медитация для меня. Сейчас немножко забросила это дело. Я просто родила вот такой момент ребенка в моей жизни. Я, конечно, безумно люблю своего ребенка, свою семью, но я не тот человек, который просто мама, и все, и буду довольствоваться воспитанием детей, готовить и дома быть, домохозяйкой. Это не мое. Я перфекционист, и для меня тоже было важно быть супермамой. Все должно быть прям вот тут-вот-вот. Это, наверное, давление общества и какая-то современная история. Ну, посмотрите вокруг. Нету просто мамы. То есть наши все звезды, они вроде как и мама. Они снимаются в кино, а сейчас не устывают сниматься в журналах. И все счастливые, и все как бы довольные. И мне кажется, те мамы, которые говорят, что ребенок — это мое, и вот я счастлива, мне кажется, они врут. Мне кажется, они лукавят, потому что, ну, это необходимо для человека, для личности, любому человеку, необходимо развиваться, к чему-то стремиться и куда-то идти. Нужен какой-то баланс, гармония, нужно ее найти, и все будет хорошо. Для меня очень важна свобода в отношениях. Очень важна. И мой муж это знает, и он ее уважает. Ты не должен считать, что человек тебе принадлежит. Я делаю то, что мне нравится. Если я счастлива, он счастлив, все счастливы. Я просто мечтала очень о свадьбе. Прям вот я, знаете, такая прям девочка-девочка. У меня даже есть альбом, и он всегда был со школы, такой, где свадебное платье, где вот как должна быть свадьба. И он периодически менялся. Я помню, где-то там в школе я хотела себе корсет весь в стразах. Сейчас вспоминаю, думаю, боже мой. Для меня это была сказка, а мой муж он не поддерживал, как многие мужчины. Типа, зачем это свадьба? Давай просто распишемся. Я говорю, нет. И вот я все-таки дожала, добилась своего. Мы сделали свадьбу потрясающую, как я хотела, как я мечтала. У нас была свадьба в Испании под открытым небом. Там ходили детки, кидали лепесточки. Плакали все, даже организаторы, которые меня лично, по сути, даже не знают. Каждый сам строит свою жизнь и свою судьбу. Нужно это понимать. Не нужно плыть по течению. Позитивно мыслить, видеть, радоваться. Например, родители мои, они научили меня очень такой для меня важные вещи. Они показывают мне, как они могут радоваться, действительно радоваться мелочам. Мама мне звонит, и она так рада, с таким воодушевлением рассказывает, как она посадила какие-то там цветы, присылает мне эти фотки. Вот они выросли, и она так радуется, она едет на свою удачу, и она счастлива вот от этих мелочей. Для меня это очень большой урок. Я счастливый человек. Я верю в карму, я верю, что сколько ты отдаешь, столько ты получишь. Я верю, что это так. Я так живу.